Цветы к мемориальной доске Ивану Машухину возлагают режиссер Жером Диаман-Берже, журналист Патрик Каменко из Франции, художник театра и кино Сергей Февралев. В день открытия 12-го российского кинофестиваля «Мужская роль имени Ивана Машухина» зарубежные гости и председатели профессионального жюри посетили малую родину величайшего актера эпохи немого кино – село Кондель Пензенского района. Радушный прием с щедрыми угощениями, встреча с местными жителями и, наконец, экскурсия по залам единственного в России музея братьев Машухинах, открытого в год столетия Ивана Ильича. В этом доме прошло детство знаменитого актера, а сегодня стены украшают афиши и фотографии звездными ролями короля экрана. Здесь отец Сергий – это Якова Протазана. Очень известный фильм, где Иван Ильич играет очень большой возрастной промежуток, начиная от мальчишки-кадета, затем блестящий офицер и уже старик, который идет по этапу в Сибирь. После этих ролей уже в годы эмиграции Машухин снимался на французской студии «Альбатрос», директором которой был Александр Каменко. Его внук Патрик вместе с режиссером и сценаристом Жеромом Диаман-Берже привезли в Пензу документальный фильм, посвященный этой студии, где обрел пристанище талант Ивана Машухина. Для меня впечатление очень важное, потому что, как вы знаете, дедушка был продюсер и создал в Париже киностудию «Альбатрос», где, конечно, звезда этого студия был Иван Машухин. И для меня вернуться в родине Машухина, это очень важно для меня как внук и как журналист и как любитель кино. Значит, для нас, для меня, для Жерома важный этап в нашем жизни как кинорежиссер он и как журналист я. Картины, снятые «Альбатросом», вошли в золотую копилку французского и мирового кино, стали историей. А в рамках нынешнего фестиваля зрители увидят новинки российского кинематографа, где мужская роль уже иная, и оценивать современное кино гораздо сложнее. Все-таки я не как зритель буду оценивать, все-таки существует киноиндустрия, развитие. Зритель очень часто хотел бы развлечься, а нас интересует, что нового сделал тот или иной кинематографист, тот или иной артист. Как он удивил, какой новый ход он придумал, какую новую жизненную позицию вывел, какую тему новую поднял. И, по сути, конечно, интереснее оценивать с этой позиции. А вот когда черно-белое кино снимали и немое кино снимали, там тоже были художники? Да. И в реальности. На Мосфильме хранится удивительный альбом 20-х годов, где нарисовано строительство декорации. Не нарисовано, а там есть фотографии, там склад, репетиция, как выглядела там съемка. И там есть, как строили декорации. Фотографии прям. И видно, что стоит художник, архитектор. Кто-то со стройкой в бриджах объясняет по чертежам, как бы он хотел это делать, что вот как, кто-то ему объясняет. И художник там, конечно, нечита. Нам, современным художникам, он в цилиндре, у него трость за спиной, он в длинном пальто. Современная индустрия, конечно, немножко другая. Три фестивальных дня удивят зрителя, а может быть, восхитят или вызовут другие эмоции. В любом случае равнодушных после просмотра конкурсных картин не останется. На этот раз организаторы подготовили насыщенную программу «Все самое лучшее» в год 130-летия со дня рождения Ивана Машухина.